МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волонтерский штаб мы вместе возобновил свою работу. Добровольцы помогают магаданцам, которые находятся на самоизоляции. Подробности далее. Ремонт участка дороги по Колымскому шоссе подходит к завершению. В этом году от кольца 31-го квартала до моста в районе автовокзала обновили асфальт с установкой армирующей геосетки. Также вдоль шоссе улучшили вид прилегающей территории. Вдоль отремонтированной пешеходной зоны поменяли колодцы, выполнили озеленение. А сегодня завершают установку освещения. Проезжую часть украсят 43 граненых фонарных столба с диодными светильниками. Их планируют подключить до конца ноября. Проект благоустройства осуществляется в рамках нацпроекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Обновлением участка по Колымскому шоссе занимается подрядная организация ООО «Восток Капитал». По словам гендиректора Вячеслава Михайлова, на реализацию проекта выделили 80 миллионов рублей. У шести студентов и четырех преподавателей Магаданского политехнического техникума выявили коронавирус. Заболевшие COVID-19 сейчас находятся на больничном. Из 1400 учащихся учреждения заболели всего шесть, отметил директор учебного заведения Руслан Федорчук. Студенты, которые были в контакте с зараженными преподавателями, также ушли на дистанционное обучение. В соответствии с указом губернатора, приказом Министерства образования Молодежной полиции, Министерства образования Магаданской области, образовательная организация перевела сотрудников, часть сотрудников, именно сотрудников, на дистанционную форму обучения. То есть мы не перевели всех студентов. У нас переведено порядка 60 сотрудников техникума. Это и уборщицы, это и обеспечивающие другой персонал, это в том числе и преподаватели. На сегодняшний день Магаданский политехнический техникум работает в плановом режиме в две смены. По словам специалистов, профилактические меры борьбы с вирусом в учреждении продлятся до конца 2020 года. Если ситуация ухудшится и заболевших COVID-19 станет больше, возможно, техникум полностью переведут на дистанционное обучение, отметил Руслан Федорчук. 20 вопросов, 45 минут на выполнение. С 3 по 8 ноября магданцы смогут поучаствовать в этнографическом диктанте. Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов. Акцию проведут в пятый юбилейный раз. Организаторами выступили Федеральное агентство по делам национальности и Министерство национальной политики Удмуртской республики. Основными задачами диктанты являются привлечение внимания широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. И, конечно, получение объективной информации об уровне этнокультурной компетенции населения России с учетом его возрастной социальной структуры. На территории Магаданской области проживает 193 национальности. Большинство из них русские. Но есть и украинцы, белорусы, татары, буряты и малочисленные народы Севера. Для каждого человека важно сохранить этническое самосознание. При этом сохраняя дружбу народов, рассказывают организаторы этнографического диктанта. Принять участие в диктанте могут жители России и зарубежных стран, которые владеют русским, английским или испанским языком. Возраст значения не имеет. Для того, чтобы написать тест, нужно зайти на официальный сайт мирэтно.ру. Итоги подведут 12 декабря 2020 года. Волонтерский штаб акции «Мы вместе» возобновил свою работу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Магаданской области. Добровольцы штаба окажут помощь гражданам старше 65 лет и магаданцам, находящимся на добровольной самоизоляции. Волонтеры доставят продукты, лекарства и товары первой необходимости. От нуждающихся потребуется только оплата самих покупок. Региональный штаб «Общероссийская акция взаимопомощь «Мы вместе» организован с этой недели. На прошлой неделе мы набирали волонтеров для того, чтобы запустить деятельность штаба. С понедельника работает горячая линия по приему обращений от граждан старше 65 лет, которые находятся на добровольной самоизоляции, на оказание помощи в приобретении продуктов, лекарственных средств, помощь с внецом мусора, в уголах животных и какие-то, может быть, еще мелкие просьбы. Но основное – это, конечно, купить продукты, купить лекарства, вынести мусор для тех граждан, которые не могут самостоятельно выйти по причине самоизоляции, вынужденной добровольной самоизоляции. Перед началом работы волонтеры проходят дистанционное обучение о том, как защищаться от коронавируса и как взаимодействовать с пожилыми людьми. Далее подготовленным добровольцам проводят инструктаж, и после чего они приступают к волонтерской работе. Обратиться в штаб акции «Мы вместе» можно в будние дни с 14 до 18 часов по номеру горячей линии 64 39 18. Выбрать лучшую работу конкурса детства в Магаданской области предлагают колымчанам. В этом состязании ребята возрастом от 10 до 18 лет представили свои видеоролики о жизни в нашем регионе. Всего участвует 49 работ. Цель конкурса – показать важность детства и его особую социальную роль. Организатор мероприятия – отдел по делам несовершеннолетних и защитив прав аппарата губернатора Магаданской области. Проголосовать за лучшую работу можно до 2 ноября на сайте правительства Колымы. Победителей наградят дипломами и ценными подарками в торжественной обстановке. Депутаты Магаданской городской думы рассмотрели вопрос об увеличении качества и объема работ по благоустройству города. Для этих целей ежегодно из муниципального бюджета на каждый избирательный участок закладывается по 750 тысяч рублей. Депутатская комиссия будет обращаться к мэру областного центра с просьбой об увеличении количества средств до 1 миллиона рублей. Депутаты согласились с тем, что денежных средств на реализацию в программных мероприятиях недостаточно и вышли с просьбой, с рекомендацией мэрии города Магадана рассмотреть вопрос об увеличении суммы по программе исполнения наказов избирателей до 1 миллиона рублей на каждый избирательный округ. По словам председателя депутатской комиссии Максима Малахова, увеличение суммы не решит всех проблем в избирательных округах. Но этот шаг позволит увеличить выполнение требуемых объемов работ по благоустройству и формированию комфортной городской среды. Также на комиссии предложили наладить систему информирования депутатов о проводимых мероприятиях в рамках благоустройства по их округам. Таким образом планируют увеличить контроль качества и объема выполняемых проектов. 22 октября планируется отключение холодного водоснабжения на шести адресах Магадана. Воды не будет на улице Транзитной, Второй Транзитной, Третьей Транзитной, Кожзаводской, на Транзитном переулке и Магаданском шоссе. Отключат холодную воду 22 октября в промежутке с 10.30 утра до 14.30. Прекращение подачи холодного водоснабжения связано с производством плановых ремонтных работ МУП Магадана Водоканал. Торговли на Магаданской площади в этом сезоне больше не будет. Ярмарка товаров и продукции местных производителей переезжает в здание рынка «Фрэш». Об этом сообщили в комитете по работе с госсубъектами мэрии Магадана. Своих покупателей, местные фермеры и предприниматели ждут каждую субботу 17 октября на торговых видах рынка по адресу улица Пролетарская, 43. Там с 10 утра до 16 часов можно будет приобрести мясомолочную продукцию, рыбу, овощи, хлебобулочные изделия и другие свежие продукты питания. Работа ярмарки будет организована с соблюдением рекомендаций Роспитроводзора по санитарной безопасности. Магаданский водоканал находится в трудной ситуации. Предприятие уходит в кассовый разрыв, терпит убытки. С 2019 года Департамент цены тарифов установил заниженную стоимость услуг водоканала. По словам специалистов, уровень инфляции и НДС с каждым годом растет. А по предприятию необходимо закупать топливо, оборудование, запчасти, комплектующие. За первое полугодие 2020 года убыток предприятия составил более 48 миллионов рублей. Вопрос о текущем состоянии водоканала рассмотрели в городской думе. Депутатская комиссия по вопросам градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии приняло единогласное решение включиться в процесс формирования тарифа, чтобы не довести муниципальное предприятие до банкротства. Фактически принято решение было о направлении обращения в адрес председателя правительства для того, чтобы вернуться к рассмотрению ситуации, связанной с формированием тарифа для муниципального предприятия водоканала. В последующем мы полагаем, что по результатам рассмотрения в адрес комиссии будет направлена информация по рассмотрению этого обращения. И полагаем, что необходимо сегодня включаться в этот процесс, для того, чтобы предприятие не довести до банкротства. Департамент цен и тарифов Магаданской области не дает возможность повысить стоимость тарифов на услуги водоканала. В суде тоже не получается прийти к необходимости повышения тарифов на 1,5-2 рубля за кубометр воды. Также страдают и рабочие места. В данный момент трудится около 60 человек. Для нормальной работы предприятия необходимо 340. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье. Планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карломакса 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт рекламная лавка Магадан. Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще масса интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт рекламная лавка Магадан. Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видеотест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-40-50. В четверг, 22 октября, в Магадане небольшая облачность. Температура воздуха ночью 3 градуса со знаком минус. Днем от минус 2 до плюс 1. Атмосферное давление высокое, 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Влажность комфортная 60%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. «Крас» мы работаем. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63-66-92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова